Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня я опять утром приехал сюда, в Моронго Каньон. Каньон Моронго? Чешется у меня нос, извините. Я вообще люблю ковырять в носу. Но сегодня я хочу поковырять в носу с вами. Надеюсь, что закончу я с вами разговаривать по поводу реинкарнации и по поводу бессмертия. Я коснулся по этому поводу в конце, извините, в последнем видео о реинкарнации номер 3. Вот, а сейчас я вам сообщу, как это связано с бессмертием. Так, я выключил свою физиономию, потому что я красивый-красивый, но неудобно держать телефон. Плюс к этому я не хочу смотреть на свою собственную физиономию. Так вот, я начал говорить в прошлом видео, в третьем, в третьем этого цикла, потому что я раньше говорил на эту тему, значит, о том, что на самом деле вот это ощущение, что мы есть мы, я есть я, это нарост на душе. То есть это рак психический или, можно сказать, психодуховный, он является артефактом того, что у нас очень развитая нервная система, и поэтому у нас в нервах зародилась вот эта чудо-юдная идея о том, что я есть Маша, или Паша, или Алексейчик, или Наденька. Вот, и мы в это дело привязываемся, к этим именам мы подставляем всякие разные умные мысли. Это совершенно понятно, что такая вещь происходит, то есть ничего в этом неестественного нет. Наши эго, наше я хотят, наш ум хочет, чтобы у нас было благополучное тело, чтобы у нас были благополучные эмоции, вот. То есть это эволюционная, развитая защита нашего организма. Вот, значит, но проблема с этой защитой, что она скрывает от нас тот факт, что мы не личности, не люди, а на самом деле частицы Бога, говоря абрахамским языком, абрахамическим языком. То есть мы являемся частью этой большой-пребольшой вселенной. Вот, но мы это, как правило, не чувствуем. Это очень не, ну, это редкость, чтобы люди такую вещь чувствовали. Обычно, а это важно, что я сейчас скажу, обычно мы чувствуем эти вещи проблесками в разные, так сказать, времена, периоды нашей жизни, и мы очень становимся растроганными в этой ситуации. Когда рождается ребенок, мы чувствуем вот это присутствие какого-то мистического потустороннего влияния, скажем так. Или когда происходит смерть у нас или у близких, то мы можем ощущать колоссальное присутствие чего-то глубокого, мирного, спокойного. Или когда мы гуляем по лесу. Ну, я это говорю как метафора здесь, потому что это, ну, это настоящий лес, но он здесь культивирован, хотя кажется, что он дикий. Вот, если вы помните, когда я ходил в другом месте, где солнце бьет сильно, там они давно похоронили газопровод. То есть здесь, в так называемом каньоне, который они, так сказать, пытаются сохранить в первозданном, примитивном состоянии, там уже под ним вкопали газопровод. То есть когда-то там этот газопровод, то есть они разрыли все это и сделали там большой трам-тарарам. Вот. Так, возвращаясь к тому, о чем я говорю, весь духовный путь, ну, как он мне представляется, это осознание, что наша душа – это все, все остальное – это просто нарост на этой душе. Вот. И мы с вами можем поговорить как-нибудь, почему такой нарост произошел, кто этим управляет и зачем. Вот. Есть свои теории о том, что довольно низкое понимание всего-всего-всего у людей происходит от того, что кто-то это делает специально, там. Ну, это то, что они называют рептилоидным этим самым мозгом и все такое. Я в это не вдаваюсь, потому что, честно говоря, зачем мне, такому человеку, как я, думать о каких-то низменных глупостях. Вот. Так вот, возвращаясь к реинкарнации, как только вы понимаете, что круговорот сознания, он, во-первых, дискретный, то есть, иначе говоря, была у вас чудесная личность, вы там личноствовали, как и там говорят по-русски, я придумал новое слово ха-ха, значит, там занимались тем, всем и так далее, все это было хорошо, распушили пушистый хвост, вот, а потом взяли и сыграли в ящик. И на этом ваша личность и ваше тело кончилось. А что продолжается? Ну, продолжается вот тот поток сознания, который встроен в душу. И этот поток сознания, он идентичный с потоком сознания самого Всевышнего. Это очень несложно увидеть в медитации, что вы являетесь частичкой Вселенной, частичкой Бога. Что сложно, это мимолетное ощущение в медитации или в жизни, что вы частичка, что вы есть сам-су-сам, сам Бог, что вы есть центр Вселенной, и другого центра Вселенной нет. То есть, эта идея о том, что есть другие люди, что есть другие дома и так далее, это все иллюзия, которая была создана для того, чтобы Бог играл сам с собой. И это очень легко увидеть, опять-таки. Ну, иногда увидеть там, раз там в сто лет. Вот. А вот чтобы перейти полностью на осознание того, что вы есть вы, и все остальное, это все фигня, это процесс, который требует очень много времени. потому что все, что вы видите вокруг, в том числе само человеческое общество, ваши родственники, дети, родители, все такое, они все погрязли в этой дискретной, в этом дискретном сознании, где они думают, что вы дети, а не родители, или дети ваши думают, что вы родители, а они дети. И там каждая Маша, Даша, Надя думает, что они замужем за Петей, Митей, там, я не знаю, Толей, Колей и так далее. И в каком-то смысле мы сюда пришли на эту планету играть в дискретных людей, играть там разные роли. То есть не надо это все принижать, это так есть. Вот. Но то, что смертно, становится смертным. Становится, а уже есть. А то, что бессмертно, то остается бессмертным. Кстати, независимо от того, как расфуфрена у вас произошла духовная, духовная, так сказать, пробуждение, вот, хотя, так сказать, у духовного пробуждения есть один большой плюс. Вы страдаете меньше, и вам, так сказать, становится все равно, кто вы, и что вы, и зачем, и вообще, так сказать, вам наплевать на все вещи. Главное, чтобы было где спать, где какать. Я хотел другое слово сказать. И, ну, чтобы была жрачка, и чтобы мухи не кусали. Вот. А так, это не имеет никакого значения, в каких хоромах вы спите, из какого драгоценного металла сделан ваш, ваш этот самый, как его зовут, унитаз. Вот. Так, возвращаясь ко всему вот этому, что, когда произойдет переход, то есть, когда вы сдохнете, сыграете в ящик, отбросите коньки. кстати, в комментариях напишите мне разные метафоры, пословицы, выражения о том, как мы сходим на нет. Значит, болезнен этот переход или не болезнен, я уже немножко серьезнее начал говорить, кстати. Смотрите, я пришел на тот самый перекресток. Вот. Это самое. И как только вы закончили свой переход, то автоматическая ваша душа будет держать первенство. Что это означает? Ну, просто у вас нервы больше не работают, хвост больше не пушистый, сознание присутствия здесь, в этом бренном мире ушло. и остается только ваша душа, которая сразу знает, что она является частью Бога, не частичка, а частью. То есть, на самом деле, она неотличима. Вот. И включаются другие процессы, которые мне, слава Богу, неведомы. По крайней мере, я вам так говорю. Вот. И вы начинаете готовиться к следующему этапу. Вот. И это следующий этап, он будет тот, который должен у вас быть. Вы сами там договоритесь. Вот. и на этом все кончилось. Вы получаете очередной посыл из бессмертия в смертное тело, если у вас будет реинкарнация. А если вы поняли, что все это вам ни к чему, и вы это поняли на глубинном уровне, то есть, когда вы понимаете, что вы и есть Бог, вы частичка Бога, то тогда, как говорят многие индийские буддистские писания, вы находитесь в индинировании, и у вас все становится очень хорошо. Вот. И у вас будет хвост наиболее распушистый, расфуфыренный от всех других пушистохвостых пушистиков. Так, я с вами на четвертый раз повыпендривался по поводу реинкарнации. Вот, я сейчас прослушаю это чудесное видео, посмотрю, если стоит его ставить. Думаю, что да. Вот. Я раньше много раз говорил о том, что духовный путь это осознание вашей бессмертности или осознание, что вы не есть ваша личность и осознание, что внутри вас смертное, что внутри вас бессмертно и фокусировка, как там по-русски говорят, на на то, что бессмертно, если вам это надо. А если вы очень хотите быть смертными, там, играть в отношения, играть в детей, родители, все такое, такое дело тоже присутствует. А почему бы и нет? Представляете, родите в следующий раз анаконды и будете заглатывать целиком там, косулю или там, я не знаю, зайца. Ну, зайца, наверное, хорошо анаконды не накормят. Так, все, у меня мысли пошли по древу. Держитесь и увидимся. Если вы досмотрели это видео до этого момента, я вам дам маленький довесок. Дело в том, что когда происходит, произошел переход от дискретной личности Маши, Даши, Коли, Пети, и вы себя осознали Всевышним, то у вас появляются две вещи. Значит, вы осознаете, что вы являетесь центром Вселенной. Каким образом? Да потому, что в Вселенной нет другого центра, кроме одного, того самого Всевышнего. И почему я вам говорю этот довесок? У вас появляются все возможности того самого Всевышнего. Вокруг вас появляется очень много чудес. Вы можете щелкнуть пальцами, и земля становится, вы можете щелкнуть еще раз, земля начнет крутиться вокруг Солнца опять. Вы можете подойти к прокаженному, щелкнуть пальцами, и он у него просто резко пропадет проказа. Можете подойти к сумасшедшему, щелкнуть пальцами, и он станет нормальным. Ну, вы можете трансформировать воду в вино, что еще там, из одной рыбы сделать миллион рыб, вот, и много чего другого. Я это вам говорю для того, чтобы у вас появилось большое желание заниматься духовной работой. Как будто это все так просто. Всего вам... А, и пушистого хвоста, даже если не произойдет у вас этого перехода, зато хвост будет пушистый. Это хорошо всегда. Да. Да.